Юр, вторая победа у команды Вида Нуэва. Хорошее настроение, много голов, в том числе и с участием тебя. Скажи, пожалуйста, за счет чего? Сегодня чувствуется сыгранность уже. Уже знаем, кто куда движется, функции свои выполняем, общаемся, коммуникация хорошая. В общем, коллектив, сплоченность, вот это вот помогает. Потому что лучше играть мы вряд ли стали. А вот за счет сплоченных действий, наверное, так и хорошо игралось. Пасы сегодня проходили. Вот так. Игрой доволен, результатом тоже. Конечно. Ну, как можно быть недоволен, если победил. Леш, скажи, пожалуйста, что получалось у вас сегодня, что нет, за счет чего была одержана победа? Ну, я думаю, что, скажем так, получалось большинство из того, что мы планировали. Но, как всегда, все люди не идеальны, поэтому есть нюансы где-то что-то. Какие-то, как всегда, немножко не хватает, вот, чтобы реализовать. Вот, ну, я считаю, что реализация была достойной сегодня, там, как минимум, наверное, процентов 60-70 реализовали возможности наших. Вот, поэтому игрой довольны, победа, я считаю, заслуженная. Вот, ребята сегодня были больше сыгранно подготовлены. Поэтому все устраивают, все хорошо. Real Friends хорошая команда, но опять почему-то поражение, что произошло? Да, вы каждый раз говорите Real Friends хорошая команда, но нам на самом деле еще надо доказать, что мы хорошая команда. Мы нестабильная команда. То есть это проблема, что нестабильность, да? Да, у нас, ну, нет людей, которые профессионально там где-то играют, все обычные офисные сотрудники в основном. И поэтому чувствуется по физическому состоянию. Мы даже матч проводим неровно, то есть отрезки есть очень хорошие, когда мы даже такую команду, как Лапска, при сегодняшнем сборе можем где-то держать мяч, атаковать. Но где-то теряем концентрацию, где-то подустаем и получаем сразу там по три гола за минуту. Поэтому надо работать над собой. Скажи, будь ласка, какие впечатления вообще от игры, что выходит, что нет? Самые, от самой игры впечатления позитивные, если так смотреться. С одной стороны, как борьба была, интересный матч, но результатом не задоволен. Хочу могли и програти, но хотелось выиграть. С негативных сторон, плохая реализация, очень много моментов, просто не забивали. Штанга воротарном, и так бывает, на жаль. Сереж, для зрителей получился очень интересный матч, а вот для вас, как для команды Файвбрас, для нас тоже очень интересный. Предыдущая игра у нас была 1-1, а это 2-2. Как-то так, нам надо еще поиграть, чтобы узнать, кто сильнее. Вот, в принципе, так. Ну, а в целом, первый или второй тайм, как у вас? Оба тайма хорошие, второй чуть устали. Поэтому игра была слабее, чуть-чуть слабее. Покров Божий, в раздевалке говорили, что была очень сильная сегодня командная игра. Насколько это реально? Ну, ребята собрались, не сдавались, не опускали руки. Играли в пас. Был результат маленький, но результат для нашей команды. Можно ли сказать, что сегодня у команды Покров Божий был средний возраст, самый старший на лиге? Был, да, можно сказать. Вратарь у нас был старший. Ну, а в целом, какие впечатления от этой игры? Что получалось, что нет? Не хватило немного сил, получалось. Потому что он на контратаках забирал голову, а так чуть-чуть не хватило сил. Контратак все-таки тоже сильная команда. Нам надо еще тренироваться. Леш, можешь ли сказать, что для зрителя игра с Покров Божьим получилась очень интересной? Для нас интересная, для Покров Божьей, наверное, не очень интересная. Но, в принципе, это, наверное, первая игра с ними, когда у нас им чуть-чуть легче получилось. Потому что, как исторически, у нас с ними очень тяжелые игры. Постоянно много борьбы и разница в мячах. Минимальная. Или они выиграют, или мы выиграем. Какие-то минимальные разницы. А в этот раз как-то получилось лучше сыграть. И выиграем. Скажи, сегодня у вас была сильная группа поддержки. Постоянно катран звучала. На протяжении всего матча помогло ли это вам? Работаем со зрителями, работаем с нашим электротом. Выдаем гречку ребятам. Поэтому приезжают, болеют за нас.